Приветствую вас! Начать я бы хотел с того, что высказать такую мысль хотел бы я. Вот термины знания понятийный аппарат очень хорошо, но понятийный аппарат хорош и полезен для дискуссий. Для научных конференций. Понимаете, понятийный аппарат для работы с такими тонкими материями, как душа, вне зависимости от того, как вы к этому относитесь, психика, вне зависимости опять же, как вы к этому относитесь. Для этого понятийный аппарат не подходит. По крайней мере, такой понятийный аппарат не подходит, какой есть у вас, какой используете вы. Просто не подходит. Понимаете? Потому что за понятийным аппаратом всегда будут скрываться истинные чувства. Поэтому первая рекомендация вам звучит именно так. Отказитесь от всех слов. Типа, типа, значит, кризисная система, типа, значит, все, что вы говорите. Короче. Вот все ваши слова, которые вы используете, да, от этого нужно отказаться. И называть вещи нужно своими именами. Да? Вот. Так, как они. Ну, я вам сейчас еще по ходу дела, да, я вам еще сейчас, значит, все поясню. Пока-то, если хотите выйти из этого состояния, начинайте говорить. Говорите языком чувств. Говорите языком эмоций. А не так, как это происходит сейчас, да, что вы... По факту, по сути... Просто передаете какие-то данные, да, какие-то слова, какие-то заученные элементы, типа, что был кризис, там, значит... В нужный момент, да, и так далее. Ну и что? Это все защитная реакция. Все ваши действия, обучение, курсы, книги, возможно, даже психология, которые снова, вот, занятия, занятия психологией, да, вот. Все это, все это, скорее всего, ничто иное, как интеллектуализация, то есть механизм интеллектуализации. Защита от всего этого, защита от изменений, которые вам нужно сделать, которые для вас необходимы на данный момент, сейчас. Если вы эти изменения для себя допустите, да, то вам придется что делать? Вам придется меняться. Вот. А если вы изменитесь, то выйдете из своей зоны комфорта. То есть привычная история, когда вы считали, считают себя неудачницей, да, отойдет на задний план. А больше неудачницей себя считать вы не сможете. У вас, ну, не будет такой вот такой возможности для этого, чтобы, ну, чтобы считать себя таковой. Вот. Это первое. Второе. Мне ближе к сорока я не замужем, добавно, даже не была. Знаете, даже по тексту вашему, который вы, ну, написали, чувствуется, чувствуется, как вы боитесь, избегаете близости, даже по тексту это чувствуется. Ничего удивительного, к сожалению, в том, что у вас не складывают с мужчинами, нет. Потому что, как я уже сказал, вы даже по тексту своему избегаете близости. То есть, что происходит? То есть, что происходит? А происходит то, что вас не воспринимают всерьез. То есть, вы, вы ставите себя так, что вас не воспринимают всерьез. Даже читая ваш текст, я слышу, чувствую, элементы, ну, как вам сказать, элементы насмешки, что ли. Вот. Знаете, о чем идет речь? Вот. И в этом, в этом случае, в этом, при таком, при такой форме подачи материала, я полагаю, что вы просто-напросто придерживаетесь жизненного сценария, будь сильный, точнее, драйвером будь сильный, я должна быть сильный, я должна быть независимой. Вот. Но, при этом, при этом, потому что я должна быть независимой, я ничего не добьюсь. То есть, здесь имеет место быть запрет на успех. Вот. Запрет на успех. Вот. И запрет на успех, это, ну, это, это понятно про вас. Но мне кажется, мне кажется, что основное здесь, это все же нежелание, нежелание быть, ну, скажем так, слабой. Нежелание проявлять слабость, страх быть слабой. Причем, быть слабой, я говорю, по-настоящему быть слабой. Что это, я не хочу сказать, да, что, ну, что вы физически сильная, и что вы, физически можете, там, заткнуть всех за пояс, нет, я имею в виду другое. Я имею в виду иронию, строгал, и т.д. Понятно, что это защита, но, тем не менее, тем не менее. Дальше. Какое значение у вас имеет возраст для вас? Какое значение для вас вообще имеют все вот эти вот стереотипы, которые касаются возраста, касаются всех этих моментов, связанных с определенными человеческими жизнами, скажем так, периодами, вот, и т.д. Как вы к всему этому относитесь? Это тоже очень, 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 очень важный момент для вас. Да? Дальше. Что для вас означает замудество? То есть, что оно для вас значит? Замудество. Вообще. Замудество. В принципе. В принципе. Что оно значит для вас? Какую роль играет замудество для вас? Понимаете? Вот тоже важный момент. Почему вы к нему так стремитесь? То есть, вы говорите, я не была замудем. То есть, это вопрос о семье. Это вопрос к семье. Не восприятие конкретного человека. Да? Не восприятие отдельного конкретного человека. Ну, там, не знаю. Мужчины, например. Да? Вот. А именно. 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 Восприятие семьи. То есть. Семьи, да? Семья. Как некий, ну, некий определенный социальный институт. Некая, я бы даже сказал, знаете как, некая цель, которая у вас есть. Некая цель, которая у вас имеется. Некая цель, которую вы должны достичь обязательно. Вот. Понимаете? Такая история. Вот это. Вот это. Очень важно. Очень важно это для понимания того, что с вами происходит. Ориентация, ориентир у вас не на мужчину, да, как это, ну, вот, как это могло бы быть. Да? Вот. А ориентир у вас именно на, ну, семью, на достижение семьи. Семьи, точнее. А семья для вас это, что такое? Реализация каких-то ваших желаний. Да? Ну, скорее всего. Вот и давайте подумаем об этом. Что равна вам, да, семья? Куда вы, куда вы направите свои ресурсы в противном случае. Да? Дальше. Детей нет, как и профессиональной карьеры. Дети вам зачем? Аноним. По какой причине нет профессиональной карьеры? Да. Но ведь не просто так. Да? Неудачница. Пишите вы. Согласен. Неудачница. Так и есть. Запрет на успех. Спасил родителей. Все нужно изучать и корректировать, в рамках транзактного аналога. Процесс этот, к сожалению, не быстрый. Так. Вы пишите, до сегодняшнего дня, до сегодня решительно не хотел это признавать, но вот, скажем днем, сопоставляя результаты своего более молодого окружения, делаю выводы. Здесь у нас, на мой взгляд, кроется сразу несколько принципиальных ошибок. Поясню каких. Поясню каких. Поясню каких. Во-первых, вы пишите, что сопоставляя результаты. Сопоставляя результаты. Видите ли, в чем дело. Сопоставлять результаты означает сравнивать себя. Это означает, что вы себя сравниваете с, ну, другими людьми. Вот. А это означает, что вы обращаете внимание не на себя, а на других людей. Опять. А себя саму, себя саму, такой вот, какая вы есть, например, вы не принимаете. По ряду причин. И это, это не может не случить проблемы. Потому что себя принимать необходимо. Без принятия себя, без принятия себя как ценности, да, невозможно чего-либо достичь. Вот. Ну, а у вас, как, не сложно догадаться, постоянно идет сопоставление. Вот. Возможно, и не получилось ничего по этой причине. По причине того, что сопоставляется постоянно. А у нас там свои успехи, да, и других, свой путь и другой. Ааа, путь и так далее. Дальше. Я знаю, что указывает свой путь, но я с удовольствием поменяла бы его на материнство и замущество. Для чего? Что такого, что такого должны вам дать материнство и замущество, что вы готовы это применять? Вот. Что такого вам это может дать? Понимаете? Важный ли это момент для вас? Вы хотите принадлежать большему, чем вы. Вы хотите принадлежать большему, чем, чем, вы хотите чувствовать себя частью, частью чего-то большего. Но вопрос заключается в том, что это также означает, что вы себя такой-такой, вот, какая вы есть, да, не принимаете. Ну, потому что, иначе вы не хотели бы семью, семью и замущество. Я не удивлен, что попытки построить отношения у вас заканчиваются неудачей, потому что вы ориентированы на замущество, на семью, не на человека, не на личностное взаимодействие. Понимаете? Понимаете? С этой точки зрения возникает вопрос, какой интерес представляете вы из себя, как личность, как женщина, да? Какую ценность вы представляете из себя? Понимаете? Насколько вы гармоничны? Дальше. Идем. Так, с удовольствием. Промешало бы его на материнское замущество. Это не путь. Это не путь. Это не путь. Материнское замущество путем быть не могут. Никак. Материнство и замущество, это скорее социальный статус, вот, это скорее социальное положение человека, вот. Но это ни в коем случае не путь. И не может быть это путем. Никак. Вы говорите, что вместо этого занимает самокопание. Самокопание, по сути, подтверждает вашу мировоззренческую позицию о том, что вы неудачница. Вот. За пламени все в порядке. И поэтому вы столь самозабвенно занимаетесь этой самой позицией. Вот. Ну, потому что вариантов, судя по всему, других у вас либо нет, либо вы их просто-напросто не видите. Не видите вы других вариантов. Вот. Значит, вот примерно так можно вам на ваш вопрос, собственно говоря, ответить. Да? Да? Именно вот на эту, скажем так, часть, которую вы пишете. Дальше вы пишете следующее. Значит, родитель, разумеется, алкоголик. А, понимаете, здесь в чем момент, да? То, что родитель разумеется алкоголик. Может быть, может быть. Ваш родитель и разумеется алкоголик, только это все все равно ничего не меняет. Ибо вам нужно менять свое восприятие этого, выходить из сценариев, из посылов, которые, ну, которые идут, исходят от вашего родителя, внутреннего родителя, которым и является, собственно, вот, отец. Да? Которым и является ваш папа. Дальше. Развод имеется в кризисные детские восемь лет. Здесь проблема, соответственно, такого характера, да, что ребенок, он, ну, как бы, считает себя виноватым в этом. То есть это его ответственность, плюс это потеря любви, потеря стабильности, потеря и разрушение мира ребенка. Вот. И здесь, опять же, знаете, опять же, здесь нужно, нужно с вами это все проходить. Тем более, что вы это помните, тем более, что вы это знаете. Знать одно, чувствовать другое, следовать за своими структурными, скажем так, своей структурой эго-состояния, это совсем другое. Вот. Поэтому я думаю, что то, что вы знаете, вам, ну, погода не делает. То, что вы знаете. Именно. Вот. Знание – это не всегда сила. Сила. Здесь важно работать, скорее, именно с чувствами вашими, а не с тем, что вы знаете. Интеллект у нас, правда, неплохо. Есть масса нерещённых вопросов, которые я пытался решить с помощью курсов и книг. А почему не с помощью психологов, например? Нерещённых вопросов. Нерещённые вопросы. Нерещённые вопросы можно и сюда было написать. Ваш, ну, ваш текст можно было наполнить этими нерещёнными вопросами. Как вы считаете? Можно было это сделать? Вполне. Нет. Но вы решили, вы решили этого не делать. Вот. И это тоже очень важный момент. Вот. Это тоже очень важный момент, потому что вы решили этого не делать. Почему-то. Вместо этого вы решили поиграть в игру, разве это не ужасно. Вот. Дальше вложены деньги и силы на ученицы, а не кудышные. А мотивация здесь есть, скорее умная дура. Умная дура. Умная дура быть нельзя. Человек либо умный, то есть обладает определённым умом, либо он дура. По-другому мне вряд ли представляется ситуация. Я не думаю, что ситуация может быть по-другому в данном случае. Вот. Знаете, какая история? Вот. Поэтому здесь, конечно, опять же вопрос к вам. А, это вопрос к вам. Что вы подразумеваете, подобные дуры и так далее. Ну, очевидно, что вы себя обесцениваете. Очевидно, что вы себя обесцениваете и не принимаете. Такой, какая вы, собственно, есть. Потому что, будь вы дурой, вы бы не писали бы сюда. Это точно. Дальше, знаний масса, ничего не применено. А, что мешает применять? Какие препятствия стоят на пути? К тому, чтобы применить знания. Особенно, если знания есть. Вот. Ну, есть ли, наверное, какие-то, какие-то, какие-то препятствия на пути к этому? Вот. Ну, вот, и... Ответьте себе на вопрос. Если есть знания, но ничего не применено, значит, что либо вам эти знания не нужны, либо вы не умеете ими пользоваться. По сути дела. А, почему вы не умеете ими пользоваться? Да? Такой, такой вопрос зададим. Почему вы не умеете пользоваться своими знаниями? Для этого нет ресурсов. Вот. Для этого нет ресурсов. То есть, тут, тут ситуация, она, на этот круг, по сути, получается. То есть, вы используете какие-то знания, да? Пытаетесь получить, точнее, какие-то знания. Вот. Но эти знания, они не идут вам на пользу. Потому что они ложатся, они ложатся не туда. Знаете? Вам знания, по сути, вот как это видится мне, да? А вам знания, они противопоказаны. Вот. Вам нужно чувствовать себя. Чувствовать надо. Вот. А не знаю. Эм. К сожалению, желаемых результатов это не принесло, потому что нацеленность на результат – это также одна из ваших особенностей. Нацеленность на результат – это также одна из ваших особенностей. И это также одна из ваших ключевых особенностей. Потому что не результат должен выступать, как бы это сказать, частью процесса. Не результат должен выступать конечной целью процесса, не результат, а сам процесс. Только когда сам процесс выступает в качестве цели. В качестве самоцели. Вот только тогда появляется возможность что-то исправить. Понимаете? А если вы что-то делаете в ожидании результата и ради результата, то это гораздо сложнее. Но можно сделать и в этом случае тоже. Например, я не знаю, как вы работали с психологами, но с психологами заключается контракт. И вместе с специалистом вы движетесь по этому контракту. До тех пор, пока, значит, не будем достигнуть результата. Есть четкие, соответственно, критерии того, появляется результат или нет. Вот. Значит, цели. Цели. Ставят стал. Также адекватный. То есть, никто никаких заведомо завышенных целей не ставит. Вот. Это было бы неправильно. Ну, по отношению к вам, это было бы несправедливо. Вот. И по отношению к специалисту, он тоже действует в рамках своей компетенции. Вот. Поэтому, ну, тоже момент такой. Дальше. Были обращения к психологам, и к психологам заканчивались деньги, а ситуация так не решена по сегодняшний день. Ну, опять же, это, понимаете, слишком, слишком, это слишком обобщенно описание. То есть, что значит, обращалась к психологам? К каким психологам обращалась? Зачем обращалась? Какая цель была работы? Ну, понимаете. Вот. Чего хотели? Чего не хотели? Был ли, значит, план? Ну, вот у вас с психологом, когда вы работали, был ли план? Следовали ли вы этому плану? Вот. Если да, отлично. Если нет, по какой причине? Дальше. Дальше. Добавилось еще одно обзорство. Ну, понятно, что вам не хватает эндерфинов и любви. Значит, сестра правит правильное питание, а утро срыв. Ну, это как алкоголь. У вас, знаете, на языке транзактного анализа, если сказать, да, вот вы как алкоголик в этом плане. Он вот утром идет на работу, да, прям тащит, тащит прям себя на работу этот человек. Вот. Значит, а вечером он, значит, напивается. То есть, утром у него надо, а вечером у него хочу. Вот у вас так же. Днем у вас надо. Надо, надо, надо правильно питаться. Надо, 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 надо. Это у вас, это у вас днем. А вечером все, вы срываетесь на, ну, на вредную пищу, на сладкую и так далее. Вот. Какой выход из этого? Какой выход, какой выход из этой, эээ, ситуации? Непростой. А выход из этой ситуации только, эээ, поиск, эээ, гармонии между тем, что надо и тем, что хочу. Развитие, эээ, своего взрослого, взрослого, взрослого компонента эго состояния, взрослого компонента личности развития. Вот. Чтобы не было такого, что у вас металлы из стороны в сторону, то у вас надо, то у вас, эээ, соответственно, эээ, хочу. Вот. Чтобы вы, эээ, чётко двигались, эээ, значит, ну, чётко двигались, эээ, к своей цели. Вот. Который у вас, эээ, конечно же есть, я полагаю. Эээ, да? Вот. Вот. Вот так это, вот так работает. Дальше, эээ, я уже настолько привыкла к одиночеству, что меня это пугает. Ну, знаете, я с вами здесь не соглашусь, эээ, не привыкли вы к одиночеству, скорее, эээ, выбора у вас нет, на данный момент. Эээ, это более, мне кажется, эээ, справедливо звучит по отношению к вам. Эээ, вот, там и часто. Понимаете, если бы вы привыкли к одиночеству, вы бы, эээ, ну, вы бы не написали. Ну, вы бы не написали нам. Вот. Я думаю так. Поэтому, поэтому, эээ, тут вот, важный момент, эээ, есть. Который, мне кажется, нельзя сбрасывать со счетов. Вот видите, опять, это вот так работает, эээ, ваш, эээ, механизм защиты. Вот он так работает на самом деле. Что... А вы? говорите себе, что я привыкла к одиночеству, меня отпугает, но при этом вы обращаетесь, обращаетесь к нам, то есть, ну, одиночеством здесь понятно и не пахнет, но вы говорите, что оно есть, то есть, что вы привыкли, и мне что-то подсказывает, что так проявляется во всем, не только в этом, а вообще во всем, понимаете, момент скакал. Дальше, бла-бла-бла, друзья такие же одиночки, мужчины рядом со мной не задерживаются, потому что вы их отталкиваете, потому что вы не доверяете себе, не имея возможности доверять себе, вы не доверяете другим. Все по сценарию, да, запрет на ближайший сценарий, но сценарий можно менять. Последние полгода забросового свидания, надоелось детсурка, лица меняются, я просыпаюсь в итоге одно. Тут как бы тоже момент, вы хотите просыпаться неодно, вы хотите, чтобы, грубо говоря, мужчина, например, ну, например, например, говорю, да, тот же мужчина, чтобы он вас, ну, как, чтобы он вас избавил от одиночества или как, то есть я вот этот момент как-то, знаете, не уловил, да, не уловил этот момент. Тут вы считаете, что мужчина должен вас избавить от одиночества, в котором вы находитесь. Если смотреть на эту ситуацию с такой стороны, если смотреть на эту ситуацию так, то надо сказать, что неудивительно, опять же, что вы одна. Потому что, ну, не должен, не должен, не должен вам, вам, мужчина, избавлять вас от одиночества. Ну, не должен. Знаете, какая история. Вот. А вы, такое впечатление, что вот, считать, что он, он должен. И самое, что интересно, что вы, ведь, вы действительно, вы действительно, вы действительно в этом нуждаетесь. в том, чтобы, чтобы, чтобы мужчина вас избавил от одиночества. Я вам верю. Но это не добавляет вам привлекательности, к сожалению. Ага. Ну, в отношениях. Знаете, какая история. То есть, вот, так, вы не, вы не, не самостоятельны. Вы не самостоятельны. А, ну, в своем поведении, поведении. Вот. Так, карьера не ладится. Ну, по какой причине? По какой причине карьера не ладится? Что происходит с карьерой? Какие там процессы происходят? Что карьера не ладится? Ведь, опять же, опять же, опять же, да, это же, это же происходит не, не первый день. Правильно, в этом же есть свои, ну, причины. Карьера не ладится, потому что, а, вы хотите карьеру, и, собственно, б, вы не получаете удовольствие от процесса. Я полагаю, что дело все в этом. А, дальше, значит, здравствуй, кризис сорока, хочется ругаться, простите, но, мать вашу, как из этого выйти? Сценарная работа, сценарная коррекция, выход из сценария. Жалеть себя устало, да и надоело. Да и не гоже уже сопли распускать верну. Да нет, почему не гоже? Ну хочется поплакать. Поплачьте. Я не думаю, что это плохо для вас. Я, напротив, считаю, что слезы это хорошо. Поплачьте. Не силите себя, просто поплачьте. Понимаете? Приведите чувства, эмоции. Может быть, может быть, может быть, с этого начнется ваша коррекция, коррекция поведения. Может быть, после этого вы поймете, что, о, так мощно, мощно чувства оказывается выражать. А я, я не, я не знал, что так можно-то делать. Вот, понимаете, какая история. Так что, поплачьте. Поплачьте. Это хорошо, если вы поплачете. Ну, я, по крайней мере, в этом ничего плохого не вижу. В том, что, чтобы у вас были слезы. Вот, работать, да, работать во мной над собой, безусловно, это однозначно. Готовы ли вы к этому, к этому столько? Ну, не, ну, ну, не знаю, не знаю. Готовы ли вы к этому, нет, не знаю. Эээээ, так, так сказать, эээ... нельзя. Вот. Ну, помочь, может. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ был полезен для вас, хотя, без лишних надежд и иллюзий могу сказать, что, конечно же, нет, потому что, ну, что тут может быть полезного, да, ведь я, по сути, только дал определенной установке вам какие-то идеи, которые вы, наверное, уже слышали и слышали не раз, вот, то есть, здесь, я думаю, что немного не тот случай, не тот случай немного. Как из этого выйти? Я сказал, значит, гоже ли распускать сопли, не гоже ли, сопли распускать, гоже, можно, делайте это, это, вот, вообще побольше внимания уделяйте своим чувствам, чувствам, вот, хуже от этого не будет, это, это, однозначно, 100%, хуже от этого не будет, вот, ну и, выбирайте себе психолога и начинаете с ним работать, потихонечку, вот, выбирайте себе психолога и начинаете с ним действовать, вот, вы можете все исправить, я, я в это верю, вы можете все, все изменить, я, я это знаю, я это знаю, что вы можете все изменить, вот, вопрос только в том, заключается, насколько вы хотите этого, и что готовы для этого сделать, вот, в принципе, в этом и заключается вопрос, основной, основной вопрос, который нужно вам забрать, вот, и, собственно говоря, все. На этом, я думаю, можно закончить, много получилось и так, я вам желаю удачи в поиске, насчет оптимального решения выхода из проблемы, обратите внимание на личный, личностный смысл, то есть, вот, свой личностный смысл, обратите внимание на этом, да, то есть, не на какие-то, может, общественные институты, да, а именно на личный, личностный смысл, обратите внимание, вот, мне кажется, что это, это будет самым правильным, что вы можете сделать, что вы можете сделать, вот, именно поиск личностного смысла обеспечит вам нахождение своего собственного пути, а нахождение своего собственного пути позволит вам идти по жизни, таким образом, да, что люди будут либо принимать вас, либо нет. А чтобы найти свой путь, необходимо сформировать структуру ценностей ваших, ваших жизненных ценностей, вот, какие они. Вот, примерно так я бы ответил вам на ваш вопрос. И играть, прекращайте играть в психиатрию и в игру «Рассвета не ужасно», вы можете почитать о них в интернете. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.